Многие звезды предпочитают карьеру семье, и именно поэтому заводят детей слишком поздно или не заводят вовсе. Тем не менее, есть и те, кто очень рано завел детей. Сегодня мы расскажем вам о таких знаменитостях. Младшая из сестер Кардашьян Кайли Дженнер родила дочку в 20 лет. Об этом звезда сообщила своим подписчикам, опубликовав в сети видеоролик с новорожденной малышкой на руках и отцом ребенка Трэвисом Скоттом. Экс-солистка Тату Юлия Волкова родила дочь Викторию в 19 лет. Отцом девочки стал Павел Сидоров. Слишком ранние роды не помешали Наталье Водяновой построить успешную карьеру модели. Сейчас у Натальи Водяновой пятеро детей. Первого сына Лукаса она родила в 19 лет. Замуж звезда выходила уже беременной. Сын родился спустя месяц после торжества. Певица Слава стала мамой в 18 лет. Отцом дочки стал Константин Морозов. Позже звезда рассталась с ним из-за бытовых причин. Младшая сестра певицы Бьонси Саланж Ноулс вышла замуж в 17 лет за футболиста Дэниела Смита и в том же году родила первенца. Брак распался спустя три года. Ноулс жалеет, что родила сына так рано. Тем не менее, именно сын помог ей справиться с болезненным разрывом. Певица Анжелика Агурбаш родила дочку в 17 лет. Отцом стал белорусский актер и режиссер Игорь Ленев. Брак с артистом продлился лишь год. Сестра королевы поп-музыки Бритни Спирс Джейми Линн Спирс родила в 16 лет. Однако приятель Джейми отказался от ребенка и навсегда исчез из их жизни. Аретта Франклин становилась мамой в подростковом возрасте дважды. Первый раз в 13 лет, а второй в 15, пока звезда занималась карьерой и становилась одной из самых популярных певиц в мире, с ее детишками нянчилась тетя. А как вы считаете, в каком возрасте лучше всего заводить детей? И в каком возрасте у вас появились дети? Делитесь в комментариях! Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного!